ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Когда нет ничего святого Срезали, там он срезанный, где были все, там он били аж Кто должен защищать кладбище от воров? Пока лишь в мечтах Это будет стационар, круглосуточный стационар Примерно от 20 до 25 коек Нижнекамка хочет открыть хоспис Нехватка кадров сказывается на результате Он пока от одного до этого, до конца дойдет, от первого до последнего 24 часа пройдет Как решить проблему? Подготовились по полной Сколько детей примут в лагеря? Фонтан эмоций Мне работа журналистов очень понравилась Что удивило школьников больше всего? Спортсмены отказались от соревнований Не разрешено было выезжать Подробности в спортивном обзоре На канале НТР итоговый выпуск новостей В студии для вас работаю я, Аделя Сиразова Здравствуйте Безобразие на городском кладбище С могильных оград стали пропадать цепи На месте преступления видны следы газового резака и болгарки Как все это может объяснить руководство кладбища В материале Александра Акишина Этой могиле уже более четверти века Но такое произошло впервые Придя на кладбище семья Кучиных С удивлением обнаружила Что с могильной ограды пропали якорные цепи Украсть их не так-то просто На месте преступления видны следы газового резака и болгарки Весят такие цепи тоже немало А значит отсюда их увозили на транспорте Казалось бы, куда смотрят руководство кладбища Но на это у них есть свое объяснение Руководство кладбища, когда там обращались Они сказали, мы за это не несем никакой ответственности У нас нет никакой охраны А за что им тогда по администрации города Платят деньги, выделяют на содержание кладбища На то, чтобы они запохранены Даже сейчас, чтобы выкопать могилу Эти вот, говорю, рабочие берут 5-300 Директор кладбища в отъезде Но разобраться в проблеме не помогла бы и она Здесь подтвердили, охраны у кладбища нет и, скорее всего, не будет Ну кто будет смотреть за ним? То есть, условно говоря, у вас на кладбище Переходи, бери, что хочешь, охраны нет, да? Охраны нет Кто с кладбищем будет что-то тащить? Это не люди? Вариантов у Кучиных остается немного В загробное дело придется вмешаться сотрудникам полиции Это вот, просили убрать И поуже сделать Слов не хватает У семьи Кулясовых проблема другая Здесь похоронен отец этой женщины Герой Советского Союза Селиверст Васильевич Давыдов К юбилею Великой Победы Кулясовы попросили у администрации города Выложить плиткой на могиле новый цветник И вот, что получилось О проблеме в исполкоме знают И обещают уже в ближайшее время Провести работу над ошибками Но и это еще не все Решить вопрос за свой счет Вызвалось и одно из ритуальных агентств В ритуалах обещали сделать памятник Но памятник Он уж у нас 23 года стоит Я даже не знаю Как менять его, не менять Если Кулясовы все-таки согласятся на новый памятник Вместе с ними обещали сделать и цветник А значит сейчас все зависит только от их решения Александр Акишин, Максим Липин Новости НТР Такого места в Нижнекамске еще нет Речь идет о хосписе Это учреждение, где выхаживают тяжелобольных людей Сегодня в тестовом режиме хоспис открылся в Казани Возможно такое учреждение появится и в Нижнекамском районе Кому принадлежит идея, расскажет Алсу и Матова Это кадры из фильма, снятые нашими севастопольскими коллегами Там уже много лет работает хоспис Сюда приходят умирать Умирать так, чтобы не причинять боли родным и близким Нижнекамка Надежда Еремина еще несколько лет назад Водушевилась идеей открыть хоспис или нечто подобное у нас в городе Большое влияние на это решение оказало болезнь близкого человека Идея началась с того, что у нас близкий родственник заболел онкологией И мы это очень близко восприняли И вот, наверное, после этого у меня это и дало толчок Что нужно нашему городу, потому что мы обращались везде И уход нужен был, и не знали, что и как обращаться с такими больными С тяжелыми больными И вот, наверное, это натолкнуло меня на мысль Что нашему городу нужен, необходим этот такой дом сестринского ухода Именно так планируют назвать это учреждение Надежда Еремина Здание женщина уже присмотрела Находится оно в селе Сухарево Это здание будет выставляться на продажу уже в третий раз подряд Но пока его до сих пор никто не приобрел Объективности ради стоит сказать, что здесь нужно действительно капитальное вложение меценатов На ремонт этого здания уйдут миллионы рублей На их помощь-то и надеется Надежда Еремина А еще на помощь всех неравнодушных людей Это будет стационар, круглосуточный стационар Примерно от 20 до 25 коек Самое главное будет в нашем будущем доме сестринского ухода Это что обстановка вся будет домашняя Как максимально приближена к домашней обстановке Чтобы люди не чувствовали, что дом в четырех стенах Что это больница или еще что-то А люди просто чувствовали себя как дома Планов у Надежды Ереминой много Идею дома сестринского ухода уже поддержал глава сухаревского поселения Говорит, чем может, тем поможет Тем более, что одиноких и больных людей в Нижнекамске в районе предостаточно Сегодня на территории сухаревского поселения работает три соцработника Которые ухаживают за пожилыми людьми Был случай, когда у нас с деревни Козелгярбис отправили дом пожилых Дедушки, который в конечном итоге там как бы умер Сейчас в Нижнекамске нет такого места, где ухаживали бы за тяжело больными людьми Или за теми, кто совсем одинок Конечно, социальные работники приходят домой и помогают Но пожилым людям нужно постоянное общение, внимание и любовь Надежда Еремина уверена, что неравнодушные нижнекамцы откликнутся И помогут реализовать ее давнюю мечту Кстати, слово «хоспис» переводится со старо-французского как «гостеприимство» Суиматова Евгений Лызаев, Новости НТР С 1 июня отменяют пенсионные удостоверения Тем, кто будет выходить на заслуженный отдых Эти документы выдавать больше не будут Вступил в силу федеральный закон о страховых пенсиях Он предусматривает новые правила назначения Установления, перерасчета и корректировки пенсии А также обращения за ней Еще одно новшество, установленное данным законом Это отмена выдачи пенсионных удостоверений Не все нижнекамцы считают новшество хорошей новостью Книжки есть, книжки уже Видите как, на паспорте Она входит, вот, видите как Книжка уже Законная книжка Там деньги написаны, все заработано Я не знаю, мне кажется Может даже лучше будет Потому что вот это Приходишь уже А то сейчас это расставение здесь Показываешь на адрес Может даже лучше, но пока ничего не могу Ну я думаю, что это неправильно Потому что справку можно потерять А пенсионное удостоверение То же как пенсионер, вот, например Я думаю, что пенсионное удостоверение Оно нужно все равно Хоть куда ездить Где вот скажут Предоставьте пенсионное Справку, конечно, можно не забыть А это вот не забудешь пенсионное Как нас заверили в Нижнекамском отделении Пенсионного фонда Людям нужно просто привыкнуть к новшествам Тем более, что справка, выданная по желанию Будет иметь ту же юридическую силу, что и удостоверение Единственное отличие в том, что нужно будет предъявить паспорт Отбирать имеющиеся на руках пенсионные удостоверения Никто не будет Хотя этот документ и не являлся удостоверением личности Именно поэтому по нему при отсутствии паспорта Нельзя было приобрести железнодорожный билет Или, например, путевку в санаторий Как правило, корочка использовалась Для подтверждения статуса пенсионера Она давала право пользоваться льготами и скидками В аптеках, магазинах, учреждениях культуры и спорта При необходимости мы для рейхмахерских, для аптек Можем дать такую справку Человек точно так же по телефону обращается Заказывает, приходит один раз Значит, чем это вызвано? В принципе, утратила свою необходимость Существования пенсионного удостоверения Потому что сейчас практически между всеми организациями Которые осуществляют государственные услуги Организован межведомственный обмен электронными сведениями То есть с соцзащитой, с налоговой Со всеми, где пенсионер может иметь какие-то вопросы У нас есть обмен Точно так же с банками Единственное, вот эти частные структуры Которые предоставляют услуги Уже на основании только пенсионного удостоверения Нам придется с ними работать В Нижнекамске не хватает участковых Из-за большой загруженности полицейских Которых и так мало хромает качество их работы Выяснилось, это в ходе собрания Которое прошло в мэрии Айгуль Яблонская расскажет, есть ли выход На собрании не только отчитывались, но и говорили о проблемах Одна из серьезных нехватка кадров Сегодня городу и району необходимо 14 участковых уполномоченных полиции Из-за этой проблемы одному сотруднику приходится следить за порядком Одновременно на двух участках Из-за количества страдает и качество По результатам эффективности работы Нижнекамские полицейские по республике занимают третье место 25 тысяч двое участковых Он пока от одного до этого до конца дойдет От первого до последнего 24 часа пройдет Поэтому возвращаясь в кадры Неэффективность работы кадровой службы На собрании были и председатели СТОС Айдар Меджин попросил их открыто и честно Дать оценку работе участковых Пациент будет проводить хорошо Взаимодействие есть и с населением, и со мной Я недовольна его работой Удовлетворение тоже можно назвать Он может как по УВД положительно Но по нашему микрорайону Он игнорил вызовы на жалобы Такая инфекционная работа тоже не ведется профилактическая Сложный микрорайон Среди худших стали также участковые Относящиеся к первому, шестому и шестнадцатому Советам территориального общественного самоуправления Ранее данный СТОС обслуживал Младший лейтенант полиции Гельманов На протяжении с 11 по 2013 год В 2014 году был уволен по основанию Дискредитирующим сотрудников полиции Айдар Меджин поставил перед руководством полиции Несколько задач Во-первых, как можно скорее решить вопрос с кадрами И второе, закреплять участковых в микрорайонах На более длительное время И не переводить с места на место Возможно тогда сократится преступность И улучшится раскрываемость Айгуля Блонская, Рафаэль Ракипов, Новости НТР В Нижнекамске усилят борьбу с курением В запрещенных местах В республике стартовал месячник По соблюдению антитабачного закона В ближайшее время в городе пройдут различные мероприятия Посвященные здоровому образу жизни К слову, сегодня в Татарстане Курят 50% юношей и девушек Согласно данным Всемирной организации здравоохранения Табакокурение является причиной смерти От рака легких, хронического бронхита И ишемической болезни сердца В Татарстане стартовала акция «Жизнь без наркотиков» В ближайшее время в школах и других учебных заведениях Пройдут лекции и беседы Где сотрудники МВД расскажут об уголовной И административной ответственности За преступления, связанные с потреблением Хранением и сбытом наркотиков Полицейские призывают всех граждан Сообщать о фактах противоправной деятельности Связанной с незаконным оборотом наркотиков По указанным на экране телефоном Анонимность гарантируется Важная информация для жителей населенных пунктов Завтра в связи с ремонтными работами С 4 до 6 утра произойдет отключение электроэнергии В населенных пунктах Элинка, Дмитриевка и Пробудиловка Помимо этого, с 9 утра до 15 часов дня Света не будет на Красном Ключе И в прилегающих садоводческих товариществах Лето – пора отпусков Причем как у взрослых, так и у детей В этом году детские лагеря Смогут принять порядка 5000 ребятишек Всего будет работать 6 оздоровительных площадок Перед тем, как туда отправятся дети Местные курорты оценила специальная делегация Александр Комаров продолжит Эмоции членов проявляющей комиссии Во время рейда разные Конечно, хотелось бы видеть условия Для отдыха чуть лучше Но по санитарным требованиям Все в порядке Ну, делайте моти Да, вот они, видите, в этом году Сделали реакцию полностью Это же как новые здания А в комнаты заходишь Немножко уже меняется Узангер-Кули Как у детского лагеря История не совсем богатая Но поблажек нет никому Комиссия приводит все к одному знаменателю В целом специалисты всех служб присутствуют Это главные вопросы безопасности Это ОВД Представители пожарного надзора МЧС Медицинские службы То есть все те, кто заинтересованы в этом процессе Сегодня в комиссии И вопросам безопасности Уделяется отдельно большое внимание и значение Лагерь «Юность» в этом году за 4 смены Посетит 428 детей И безусловно, для каждого из ребенка Нужно создать комфортные условия для отдыха Помимо того, что нужно подготовить лагерь Директора учреждений придумывают и развлекательную программу К примеру, в лагере «Юность» Этот сезон посвящен Академии Человеческих Наук Первая смена будет называться Праздничный фельдоскоп Мы там охватим Несколько праздников Это значит 2015 год Это год скверов и парков В Татарстане Также год литературы и языка И самое главное, это у нас будет посвящаться Открытию сезона Праздник со слезами на глазах Посвящается праздник 70-летию Великой Победы Всего же в этом году будет работать 6 детских лагерей И в них смогут отдохнуть чуть более 5000 ребят Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР Выпускники, родители и преподаватели Могут проконсультироваться по вопросам Единых госэкзаменов по специальной горячей линии Помимо этого, по этому номеру принимаются сообщения о нарушениях на экзаменах Телефон Министерства образования и науки Татарстана Вы видите на своих экранах Звонки принимаются ежедневно по будням с 8 утра до 5 вечера Проработает горячая линия до 30 июня Десятки тысяч рублей собрали организаторы благотворительного концерта Который прошел в Доме народного творчества Танцевали все, от самых маленьких до взрослых Вырученные средства будут отправлены в фонд Центра реабилитации слепых и слабовидящих Как прошло мероприятие, расскажет Зульфия Галимова Добрый вечер Добрый вечер Проходите Месяц назад эти ребята собрались в одну команду Все для того, чтобы поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья Мы получили письмо от Центра реабилитации слепых О том, что им нужна поддержка И мы, как инициативная группа Нас всего 29 человек Мы в разных городах уже И в Казани, и в Набережных Челунах, и в Нижнекамске Собираем денежные средства для поддержки этого центра Поддержку центра и инициативная группа «Будущая Россия» И танцевальный коллектив «Новое поколение» Организовали благотворительный концерт Твои лучшие номера показали ребята из танцевального коллектива «Новое поколение» Самым маленьким участникам около трех лет Самым старшим за 18 Мы часто делаем такие благотворительные концерты Ну, просто приятно осознавать то, что ты помогаешь людям Мне нравится то, что, ну, как бы, мы просто танцуем, а кому-то мы уже поможем Помочь центру может каждый, ведь любой вклад для них очень важен Сумма для сбора не маленькая, но вполне осуществимая Так как там нужны и костюмы для художественной самодеятельности И компьютерные, и сенсорные устройства И для спортивный инвентарь, для спортивной комнаты в пределах 50 тысяч Всеобщими усилиями в этот день для фонда реабилитации слепых и слабовидящих Было собрано около 30 тысяч рублей Концерт прошел на ура Мне очень понравилось Думаю, что такие концерты должны проходить в нашем городе чаще И более посещаемы Этот благотворительный концерт в поддержку центра слепых и слабовидящих не последний Следующее мероприятие состоится уже 4 июня в музыкальном училище Билеты уже в продажах Зульфия Галимова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР Больше всего им запомнились сказки и снаряды, которые привезли журналисты НТР из экспедиции в Смоленске Сегодня у нас в телекомпании на экскурсии побывали ребята из 22-й гимназии Хотят ли дети в будущем стать журналистами? Смотрите далее Любой кабинет телекомпании НТР не должен остаться вне поля зрения Интерес староклашек прочувствовали все сотрудники нашего медиахолдинга А началось все с радиостанции ДФМ Ребята застали нашего ведущего Николая Фомина врасплох Увидев студию, слов у них не нашлось Затем делегация отправилась в монтажную Те, кто всегда остаются за кадром, подробно рассказали о том, как происходит монтаж сюжетов Господин там пишет текст, оператор снимает это все Потом ко мне приходят, зачитывают текст А после самое интересное, то место, откуда и выходят новости НТР Эфирная студия Множество камер, света, суфлер и, конечно, вопросов Тем более, что увидеть себя на экране телевизора в режиме онлайн ребята смогли впервые Все, сюда идем Пойдемте Не менее интересным стало знакомство с журналистами На рабочем месте ребята застали Александра Комарова Который не просто рассказал о работе журналиста А показал школьникам свои находки с недавней поездки на раскопки в Смоленск Вот эта часть минометного снаряда Здесь была вот такая вот еще, получается, часть, которая именно взрывалась А вот эти вот крылышки, именно они вот свистели там И вот он стрелян, вот эта часть Также ребята побывали в редакции газеты Нижнекамское время И узнали, как работают корреспонденты печатного СМИ По окончании экскурсии школьники так и не определились, хотят ли они стать журналистами А хотела бы ты стать журналистом? Не знаю Не знаешь? А почему не знаешь? Почему? Ты думаешь, что это трудная работа или что? Думаю, это трудно Я хочу снимать фильмы Мне понравились раскопки И где много разных камер с проводами Мне больше всего понравилось Как нам показывали то, что в болоте нашли каску Мне работа журналистов очень понравилась Очень много компьютеров у вас на работе Все время надо работать Думаешь, мы 24 часа в сутки работаем? Да Также все желающие попробовали себя в роли ведущего Правда, не в эфирной студии, а в холле телекомпании Ну а в конце они пришли к единому мнению Смотрите новости на канале НТР На этом у меня все Я передаю слово моему коллеге Вадиму Струйминскому Он знакомит вас с новостями спорта Далее прогноз погоды и программы Ялла Клар Напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077-41-1313 Также сообщения мы принимаем через сайт ntrtv.ru Завтра первый выпуск новостей выйдет в 10 часов утра До встречи Сегодня в новостях спорта Одна попытка, чтобы исправить положение Всего в моих километрах Как нижнекамцы выступили на памятном легкоатлетическом турнире Центр высшего спортивного мастерства спортклуба «Нефтехимик» отметил свое 20-летие Сколько именитых спортсменов выпустили за это время Об этом не только сразу после рекламы Решили поменять окна или застеклить балкон? Ищите надежную компанию Окна 21 века Правильный выбор Более 10 лет мы производим пластиковые, деревянные и алюминиевые конструкции До 31 мая действует скидка 25% Окна 21 века Качество по выгодной цене База строительных материалов Вист, кирпич, цемент, блоки, доска, брус и многое другое Первопроходцев 14В 8987-219-1556 С 17 по 30 июня в центре хорошего слуха Радуги звуков весенней скидки До 20% Телефон в Нижнекамске 32-33-53 Пришла весна и вновь который раз Снимаем шубы, надеваем куртки Продолжаем одевать девушек и бабушек Пальто, куртки, плащи, ветровки стильные и практичные Адрес помним? Торговый центр «Березка», первый этаж, павильон 111 Доступные цены, сезонные скидки Проезд по транспортной карте на 2 рубля дешевле На всех видах транспорта Нижнекамска Спрашивайте в отделениях почты Подробности по телефону 39-74-09 Покупай и выигрывай! Совершай покупки в ТЦ «Якорь» и «Сити-Центр» С 17 апреля по 30 мая Приходи на финал 30 мая в 13.00 Выиграй iPad и другие ценные призы «Якорь» и «Сити-Центр» Торговые центры для всей семьи Подробности в торговых центрах «Якорь» и «Сити-Центр» Внимание, внимание! Ликвидация отдела Распродажа детской одежды Игрушек, торговой мебели Гагарина 6, торговый дом «Хаял», второй этаж Садовая фирма «Ягодка Малинка» Город Магнитогорск приглашает садоводов На выставку продажу, которая состоится 29-30 мая в Нижнекамске Дом народного творчества Справки по телефону 8-904-944-0944 6+. НТР Надежный, творческий, решитель Мы 20 лет с вами Голосуй за любимую телерадиокомпанию И помоги нам стать лучшими в республике Подробности конкурса Легендарные бренды Татмедиа На сайте ntrtv.ru 12+. На телеканале НТР новости спорта В студии Вадим Струминский Здравствуйте На стадионе «Дружба» прошли Третье всероссийское соревнование По легкой атлетике В памяти тренера Виктора Сазонова В состязаниях приняло участие Около 300 спортсменов со всего Татарстана Изначально планировалось, что участников будет гораздо больше Однако в связи с недавней трагедией под Нижним Новгородом Многие спортсмены отказались приезжать в Нижнекамск На заказных автобусах Стоит отметить, что сужение географии турнира А также снижение числа легкоатлетов Никак не отразилось на спортивной составляющей соревнований Борьба была упорной Девушки проводят последние приготовления перед стартом Именно с забегов на 100-метровую дистанцию Стартовали состязания Участие в памятных соревнованиях Приняли спортсмены в трех возрастных категориях В программе были забеги на 100, 400, 800 метров 110 метров с барьерами И прыжки в длину Соревнования мы проводим сейчас в один день Хотя раньше мы проводили в два дня Потому что у нас немножко Стадион неукомплектован Мы могли и высоту, и ядро Но сектора не готовы Пока это в работе Помимо тех, кто участвовал в соревнованиях официально Были и так называемые спортсмены вне зачета Прошло несколько забегов с участием взрослых ребят Которые использовали этот старт Для поддержания спортивной формы Я больше как-то доверяю тренеру И тренер, если сказал, что надо сделать какой-то старт И приехать Мы выбрали этот турнир Чтобы подвести К главному турниру Который будет в Татарстане То есть в Казани В честь нашего города защищали легкоатлеты Спортивных секций «Нефтехимик» и «Шинник» Представители «Шинника» стали явными фаворитами состязаний Я думаю, что у меня соревнования складываются хорошо Я и выступаю хорошо Показываю отличные результаты Планируют, что из столицы Татарстана приедет большое количество легкоатлетов Однако из-за недавней трагедии под Нижним Новгородом Многим казанским спортсменам не удалось приехать в Нижникамск В связи с трагическими событиями Которые произошли в Нижнем Новгороде Соревнования, которые мы здесь планировали Казань, конечно, нам отказала Потому что автобус был заказной И должно быть сопровождение ГАИ Так как это не было готово Поэтому Казань у нас приехала в небольшом количестве на рейсинг автобуса Не разрешено было выезжать Интересно было наблюдать не только за забегами В секторе для прыжка в длину развернулась настоящая спортивная драма Чемпионка России среди молодежи Надежда легкой атлетики Нижникамска Татьяна Макарова участвовала в этих состязаниях До пятой попытки она шла первой Затем потеряла лидерство У девушки остался всего один прыжок, чтобы вырвать победу Показав характер, Макарова прыгает дальше всех И выигрывает состязания 5,56 У нас еще буквально даже недель не прошло У нас была Татария в Казани Может быть еще не отошла Можно было просто собраться и все сделать Все было в моих руках Родные стены помогли нашим спортсменам Нижникамцы сбивали медали практически во всех соревновательных дисциплинах Своё 20-летие отметил Центр высшего спортивного мастерства Спортклуба «Нефтехимик» Именно этот центр является кузницей талантов нашего города Там готовят профессиональных спортсменов Которые по сей день приносят славу Нижникамску Основан Центр был в 1995 году В состав изначально входило 8 спортсменов И руководитель Центра Владимир Колчанов За свою короткую историю В нем состояло 52 спортсмена По легкой атлетике, лыжным гонкам, вольной борьбе, дзюдо, боксу Плаванию, стендовой стрельбе и тяжелой атлетике Из них подготовлено 3 заслуженных мастера спорта 13 мастеров спорта международного класса И 28 мастеров спорта России Имена спортсменов Центра звучат на аренах Всемирных университет, чемпионатов Европы и мира А также Олимпийских играх На праздничном мероприятии в честь юбилейной даты Присутствовали спортсмены, тренеры, работники спортклуба И почетные гости, в том числе и главный редактор нашей телекомпании Состоялись первые матчи 1-8 Кубка Татарстана по футболу Напомню, что в розыгрыше трофея принимают участие 4 нижнекамских коллектива Первые матчи выдались не слишком удачными для наших команд Результаты вы видите на своих экранах Победу досталось лишь футболистам дублирующего состава «Нефтехимика» Которые обыграли своих земляков и спортклуба Прошлогодний финалист Кубка «Шинник» в упорной борьбе уступил на выезде Ответные матчи наши команды пройдут 6 и 7 июня В Нижнекамске прошло открытое первенство спортклуба «Нефтехимик» По боксу памяти тренеров нашего города В нем приняли участие спортсмены из разных городов республики В категории мужчин лучшим в весе 60 кг стал Марсель Ахмедшин У юниоров отличились Эмир Басиров и Андрей Мифтохуддинов В своих весовых категориях 60 и 68 кг соответственно они стали победителями А среди юношей победителями стали Инсав Левочкин и Евгений Тарасов Каждый в своем весе На этом у меня все. Далее в эфире прогноз погоды Затем смотрите новости на татарском языке Я же с вами прощаюсь. Еще увидимся Погода в Нижнекамске на 27 мая Ночью плюс 12 градусов Утром плюс 23 градуса Днем ясно плюс 29 градусов Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду Влажность воздуха 58% Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok